Дмитрий Киселёв рассказал, что Владимир Путин ищет себе преемника. По словам гендиректора информационного агентства «Россия сегодня», президент думает об этом с утра до вечера. Киселёв рассчитывает, что на следующих президентских выборах победит преемник Путина. Как отметила телеведущая в интервью «Комсомольской правде», готовить на свой пост другого человека – это нормальная международная практика. Путин говорил это несколько раз, отвечал на вопрос, здесь нет ничего неожиданного. А потом Путин же один раз уже это сделал, он уже подготовил преемника, им стал Дмитрий Анатольевич Медведев в своё время, мы это помним, да? Поэтому здесь никаких неожиданностей нет. Он сказал, что Дмитрий Анатольевич достойный преемник тогда, после его второго срока. Дмитрий Анатольевич прошёл горнило выборов и получил народный мандат. Сейчас, я думаю, что логично Путину сделать то же самое. Аж было бы для него, для Путина безответственно не оставить преемника. Потом это нормальная международная практика. Обама готовил себе преемницу Хиллари, но другое дело, что её не избрали. То же самое может быть и в России. Алан, например, подготовил себе преемника Макрона, его избрали. Си Цзиньпинь тоже является преемником. Меркель готовит себе преемника. У нас широкий выбор, у нас все хотят стать президентами, даже Собчак, понимаете? Вопрос, за кого проголосуют, Собчак набрала полтора процента. То же вопрос президента, кого он за счёт своим преемникам. Полномочия Владимира Путина истекут в 2024 году. По Конституции один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд. Поэтому по нынешним законам Путин не сможет участвовать в выборах главы государства. Тем временем в Кремле прокомментировали сообщение о том, что Владимир Путин якобы ищет себе преемника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что и сейчас об этом никто не думает. Ну потому что просто занимаются напряжённой работой. До выборов президентских ещё далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает. Сейчас все занимаются прижаткой работой. Судящее время чего вы являетесь? Ранее гендиректор информационного агентства России сегодня Дмитрий Киселёв рассказал, что Владимир Путин ищет себе преемника и думает об этом с утра до вечера. Полномочия Владимира Путина истекут в 2024 году. По конституции один и тот же человек не может быть президентом больше двух сроков подряд. Поэтому по нынешним законам Путин не сможет участвовать в выборах главы государства. Итак, до истечения президентского срока у Владимира Путина ещё пять лет. Ну хорошо, не пять, четыре года. Уже думает о преемнике, когда будет назначен преемнику. Поймём ли мы, что именно на него делает ставку президент. Об этом мы поговорим с директором Центра политологических исследований Финансового университета, с Павлом Саллиным. Павел Борисович, здравствуйте. Доброе утро. Вы согласны с тезисами Дмитрия Киселёва, то, что Путин думает о преемнике чуть ли не каждую минуту? Ну скорее речь идёт не о преемнике, здесь неправильная терминология. Речь идёт о транзите политсистемы. То есть Владимир Путин, да, и не только он, а его окружение, они думают о том, как сохранить бенефицаров действующей политсистемы в новой реальности. То есть как сохранить существующий статус-кво при изменении лиц, изменении поколений в политике, которые должны произойти в ближайшие годы. Не о преемнике. Речь о преемнике образца 2008 года, вне зависимости, какая фамилия там будет, речи сейчас не идёт. А когда она пойдёт? Вы сказали бенефицаров, да? Я попрошу просто немного попроще для наших слушателей. Это те, кто извлекает основную выгоду от существующего статус-кво, и материальную, и нематериальную. Это понятно, но ведь должны, как бы вам сказать, к 2024 году для нас, для избирателей, должна вырисовываться... Картина из претендентов. Да. Во-первых, мы должны увидеть человека, за которого бы власть хотела, чтобы мы проголосовали. Ну, такой человек появится. Вопрос в том, что сколько будет, в кавычках, стоить президентский пост, будет ли он содержать в себе такие полномочия, как сейчас, да юра и де-факто. Как и было в 2008 году, когда приходил в качестве преемника Дмитрий Медведев, и президентский пост, он содержал по конституции ровно такие же полномочия, которые были в 2005 или в 2015. Я не уверен, что к 2024 году президентский пост будет стоить столько же. Павел Борисович, скажите, а успеют, если сейчас начнут, или уже поздно, кого-то готовить из незнакомых, из темных лошадок? Ну, во-первых, уже кого-то готовят, там, и на губернаторском уровне, там, допустим, силовики того с Дюмина продвигают. Это, во-первых. А, во-вторых, повторюсь, что преемника образца 2008 года, то есть который пришел бы и хотя бы с юридической точки зрения унаследовал всю ситуацию, как Дмитрий Медведев, его точно не будет. То есть сначала будут какие-то изменения на уровне институциональном, которые, скорее всего, ослабят президентский пост, и часто полномочия передадут в какую-то новую структуру, или как что-то. А потом уже будет представлен, там, условный преемник, который станет, ну, если можно так грубо выразиться, зидц-президент. А могут еще раз Медведева предложить нам? Вполне такое может быть, потому что основной критерий для так называемого преемника, для местоблюстителя президентского поста доверие со стороны Владимира Путина. Всего несколько человек имеют такое доверие, и Медведев в их число входит. Я тогда, по поводу зидц-президента, это аналогия с зидц-председателем, который носит номинальную должность. То есть вы считаете, уважаемый Павел Борисович, что президент образца 2024 года, российский президент, не будет обладать той полнотой власти, которая сейчас есть у нынешнего президента? Да, это точно не будет та полнота власти де-факто, и, скорее всего, это не будет та полнота власти де-юра, потому что ошибки образца 2010-2011-2012 года, когда у элиты возникло раздвоение, они не знали, в какие кабинеты ездить кланяться, президент или премьер, они точно учтены. Павел Борисович, скажите, а могут конституцию поменять, чтобы не было вот этих проблем всяческих? Да, вот речь об этом идет, один из вариантов пресловутой конституционной реформы, о которой много говорили, потом молчали, а сейчас, судя по всему, опять начали говорить. Это к хорошему или к плохому? Ну, что значит к хорошему или к плохому? Ну как, к хорошему, я сейчас расскажу с точки зрения обывателя, попробую. К хорошему это некое ощущение, как минимум, может быть и иллюзорно, тем не менее, стабильности, потому что не будет меняться вектор, да, и колбасить страну, извините, за жаргон не будет. А с другой стороны, ну, конституционная реформа, получается, под собственное удобство берут и меняют, как хотят. Вот и другая сторона медали. Вот ваше мнение хотелось бы услышать. Ну, значит, что касается стабильности, еще глава в ЦУМ, господин Федоров, когда это было перед президентскими выборами, значит, в 2017 году летом сказал, что впервые за 25 лет в обществе запрос на новизну, превысил запрос на стабильность. Так что нет запроса сейчас на стабильность. Значит, реформа не понравится, скорее. Да, то есть вопрос, ну, понравится, не понравится, как это будет представлено, раз. И населению важно, да, чтобы менялось его самоощущение материальное к лучшему, да, но через эту призму рассматривать. В 2024 году Владимиру Владимировичу будет 72 года. Некоторые политологи, кстати говоря, из бывших союзных республик, считают, что может произойти такая штука под названием, которую мы уже тоже помним, 99-2000 года, я устал, я ухожу. Ну, во-первых, все произойдет, скорее всего, до 2024 года. То есть ближайшие года 2-3, это во-первых. Вот, во-вторых, ну, что значит, да, такое может произойти, но устал, ухожу формально с президентского поста. То есть в России все-таки персоналистская система власти, персоналистская политсистема, а Мировой показывает, что при уходе с президентского поста любая персоналистская система деформируется и в первую очередь страдает окружение. Но Владимир Путин, он имеет обязательства перед своим окружением, он попытается их выполнить. А как мы поймем, что это преемник? Его чаще будут показывать по телевизору, говорить о его успехах, он будет вместе появляться с президентом, на всех каналах будут о нем сюжеты. Я понимаю, что официально никто не выведет человека за руку и не скажет, ну, вот он, голосуйте за него. Нет, причем, с Путиным, по-моему, так и было. Я уж плохо помню, но я помню, что Ельцин вот действительно его вывел за руку и председавил. Вот, пожалуйста, здравствуйте, Владимир Владимирович. Да, но с тех пор прошло 20 лет. Так как же это все-таки мы поймем, что это тот самый человек? Ну, поймем мы, скорее всего, когда действительно скажут, что это тот самый человек. Потому что, помните, какая история была с Ивановым и Медведевым, когда там несколько лет было там завалированное соревнование, и только в конце 2007 года сказали, что именно Медведев тот самый человек, а не Иванов там или весьма преклонного к годам Зубков, на которого думали, и там еще Человек-5 тоже про которых думали. Про Фродкова думали, да. Про Фродкова, да, там разные циркулировали, госпожа Матвен, ну, в общем, много чего было, Грызлов. То есть, да, только когда скажут. Но показывать действительно начнут чаще и прочее, но другое дело, что это, наверное, будет несколько человек, а потом кого-то обозначат. Как говорилось в «Жентльменах удачи», что вы тут ромашку устроили? Спасибо большое. Спасибо. Павел Салин был с нами на прямой связи, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Друзья мои, я к слушателям обращаюсь. Вы, пожалуйста, не воспринимайте все наши слова, ну, вот, как сказать, конкретно, детально, предметно. Мы гипотетически рассуждали и про премьеры нынешнего, и про какие-то варианты реформы, и так далее, и тому подобное. Гипотетически могут быть разные варианты развития. Поэтому спрашивать, о какой вы стабильности, не нужно. А по-другому и не получается обсуждать, потому что, понимаете, ведь... Куда ни ступи, там будет мина. Это, во-первых. А во-вторых, мы оттолкнулись от слов нашего коллеги Дмитрия Киселева. Это он сказал, что Путин думает о преемнике, и мы решили спросить у политолога, так ли это.